Всем привет! Сегодня я покажу, как можно сделать катапульты из медицинских шпателей. Я покажу два варианта катапульты. Один более простой, который сделается за пару минут, а второй вариант более сложный, но намного более интересный. И стрелять мы будем гидрогелевыми шариками, которые почему-то сейчас модно называть шарики-орбиз. Вот такими шариками будем стрелять. Так же, давайте начинать! Для первой катапульты нам понадобится 12 палочек. 10 палочек необходимо скрепить вместе с одной стороны. Отодвигаем нижнюю палочку и засовываем еще одну поперек. Закрываем все это с другой стороны. Осталось добавить всего одну палочку и прикрепить ее резинкой. Теперь необходимо к этой палочке приклеить широкую крышку от бутылки. Первая катапульта уже готова, ее можно испытывать. Такая катапульта стреляет не очень далеко, но очень высоко. Гидрогелевый шарик поднимается на 3 метра и врезается в потолок. Для второй катапульты нам понадобится 11 палочек и 16 резинок. Для начала необходимо взять две палочки и соединить крестом. Вот как это выглядит. Теперь берем еще две палочки и делаем то же самое. Соединяем две палочки под углом 90 градусов. Теперь присоединяем к ним третью палочку. Добавляем еще одну для того, чтобы получился квадрат. Когда у нас уже есть основание катапульта, добавляем к нему боковые детали. Фиксируем их резинками в четырех точках. Вот как это должно выглядеть. Если я убираю руки, боковые детали начинают складываться, поэтому сверху необходимо добавить перегородку. Теперь катапульта больше не складывается, осталось добавить всего две палочки. Одну палочку необходимо прикрепить в это место. Проще всего это сделать следующим образом. Делаем три оборота резинкой, после чего засовываем палочку и фиксируем. После того, как вставили палочку, ее необходимо повернуть. С одной стороны она уже держится. Теперь делаем то же самое с другой стороны. Вторая катапульта уже практически готова. Осталось только все подровнять для того, чтобы ничего не шаталось и все держалось крепко. И осталось добавить ковш. Для того, чтобы добавить ковш, необходимо просунуть его между этими двумя палочками. И зафиксировать резинками. Надеваем на ковш резинку и фиксируем ее с обратной стороны. С одной резинкой катапульта уже функционирует, но довольно слабо, поэтому необходимо добавить еще две резинки. Вторая катапульта уже полностью готова. Осталось ее только испытать. Такая катапульта стреляет в длину примерно на полтора-два метра. Но если добавить больше резинок, она будет стрелять гораздо дальше. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Также рекомендую подписаться на мой инстаграм. Очень часто кадры со съемок моих видео выходят там раньше, чем выходит это видео. Ссылка на него есть в описании. И на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok